Турция в ответ на санкции выведет США из Инджирлик. Правительство США недавно объявило о санкциях против турецкой оборонной промышленности под предлогом покупки этой страной системы С-400 у России. Реакция Турции на санкции была сильной, и Эрдоган заявил, что те, кто ввел санкции, пожалеют об этом. Араб-индепендент в своем отчете о возможной реакции Анкары на так называемые санкции Катса написала, что ходят слухи о месте Турции и Соединенным Штатам, которая потребовала от них уйти из базы Инджирлик. База, которая является стратегическим штабом НАТО в регионе, и некоторые турецкие круги говорят, что турецкое правительство должно вывести войска этой страны из базы Инджирлик в ответ на санкции США. Но в какой степени это может стать реальностью? База была построена в 1955 году на юго-востоке Турции и сыграла важную роль во время наступления возглавляемой США коалиции против ИГИЛ. Беспилотники коалиции в основном летали с базы, чтобы бомбить сирийскую территорию. В Инджирлик также есть 50 ядерных боеголовок Б-61, которые сохранились со времен Холодной войны, и НАТО считало базу хорошим местом для противодействия советскому ядерному потенциалу. Здесь также размещены 1500 американских солдат. The Independent далее написала, что Турция никогда не хотела, чтобы США ушли из Инджирлик, и всегда пытаются сохранить эту базу в качестве стратегического рычага. В то время как некоторые страны, такие как Германия, заявили, что они выведут ядерное оружие НАТО со своей территории, Турция настаивает на продолжении присутствия этого оружия на своей территории, отмечая, что она стремится к единству стран НАТО. Американо-турецкий эксперт сказал The Independent, что Турция гордится своими ядерными боеголовками. Однако за последний год американские круги призвали правительство США уйти с базы Инджирлик из-за того, что они называют тревожной внешнюю политику Турции. Эти круги представляют греческий остров Крит как альтернативу Инджирлик. Сенатор Рон Джонсон, председатель подкомитета Конгресса по иностранным делам Палаты представителей, говорит, что Соединенные Штаты должны быть готовы к тому, что им придется покинуть Инджирлик. Он винит в этом внешнюю политику Эрдогана и считает, что Греция может стать альтернативой Турции, если она выйдет из Инджирлик. Пентагон отверг все эти отчеты. Но разговоры об эвакуации базы Инджирлик ведутся с прошлого года, с того времени, когда Турция вторглась в Северную Сирию в октябре 2019 года. Сенаторы от обеих американских партий в то время предложили законопроект о борьбе с турецкой агрессией, предусматривающей альтернативы Инджирлик. По данным Триндепендент, Анкара, однако, хочет диалога и, похоже, не желает выводить своих западных союзников из Инджирлик или усилить напряженность. Члены Конгресса говорят о том, чтобы вывести ядерное оружие из Инджирлик, сказала Миса Тренде, бывший посол Турции в США. Если это произойдет, это будет означать потерю доверия между Соединенными Штатами и Турцией и приведет к краху отношений между двумя странами. Он предполагает, что Турция резко отреагирует на вывод ядерного оружия из Инджирлик. Продолжение следует...